Указом президента Владимира Путина в России минимальный размер по уходу за ребенком увеличивается в два раза. Кроме того, семьи с детьми получат новые дополнительные меры социальной поддержки. Как восприняли новость многодетные семьи в Карачаево-Черкесии, узнавала Мадина Каракетова. По 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 15 лет включительно. Жительница черкесской мать десятерых детей Наталья Климова не скрывает своей радости от такой замечательной новости. Финансовая помощь для семьи, в которой есть дети, всегда кстати, особенно если детей очень много. Доход семьи Климовых – это зарплата супруга, служащего на полигоне бытовых отходов, да детские пособия. Сама Наталья – профессиональный повар, но пока лишена возможности работать по профессии, так как ее крохотная квартирка полна малышей. Дети для нас цветы жизни. 24 года замужем, и как на свадьбу дарили нам, все говорили, дети цветы жизни. Дети, да, все мы любим детей. Наталья рассказывает, что она уже обратилась в пенсионный фонд и ожидает выплаты с июня, как раз вовремя, чтобы собрать детей в школьные лагеря, говорит мама. Эта возможность решить и другие необходимые для семьи вопросы. Чуть можно и ремонт, и все сделать, то не хватает. Тем более у меня получается от 5 до 16 лет, 15 исключительно, у меня 6 детей получается. Еще, говорю, оглянулись, чтобы нам квартиру. Я не могу на учет встать, я не могу справки собрать, поэтому я даже, нет, вот квартира, хочу квартиру. Единовременные 10 тысяч на ребенка – не единственная мера социальной поддержки, озвученная президентом страны. Наталья Климова была приятно удивлена, узнав и о других. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое мы выплачивали неработающим гражданам, в соответствии с федеральным законом 81-м и государственной социальной помощи, увеличивается в два раза. То есть в случае рождения первого ребенка до полутора лет выплачивали 3375 рублей, и это пособие теперь увеличивается в два раза. А значит сумма пособия составит 6751 рубль. Вводится указом Владимира Путина и новая мера социальной поддержки семей, имеющих детей от 3 до 7 лет включительно. С 1 июня будет осуществляться. Размер выплаты на каждого ребенка будет составлять 5200 рублей. И одним из условий для получения данной выплаты является доход семьи, чтобы доход семьи был ниже одного размера прожиточного минимума, установленного в субъекте. Эта выплата полагается на каждого ребенка в семье до достижения ребенком 8 лет. То есть там написано до 7 лет включительно. В Министерстве труда и социального развития разъясняют, что семья, подавшая заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первые полугодия текущего года. В среднем это по 33 тысяч рублей на одного ребенка. А в дальнейшем дети будут получать выплаты регулярно, каждый месяц. Семья Климовых как раз попадает практически под все меры соцподдержки. Это значительно подняло дух Климовых. Наталья, несмотря на стесненные условия, в которых живет ее семья, старается поддерживать стремление и увлечение детей, развивать их таланты. Одна из дочерей показывает успехи в футболе, другая неплохо рисует. У мальчишек свои таланты и нужды. Мать семейства Натальи рассказывает, что ее семье периодически оказывается поддержка, в том числе и на республиканском уровне. А новые меры, которые озвучил Владимир Путин, вынесут качество их жизни на новый уровень. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Рашид Токов, Вести, Карачаева, Черкесия.